Анатолию из Белокаменной Москвы. Чтобы вы смеялись, да и коты, Дарим вам на память анекдоты. Смех, он продлевает наши годы. Смейтесь, невзирая на погоду. Смех, что утром молоко коровье. Так что смейтесь, Толя, на здоровье. Владимиру Чаругину из Матушки Москвы. Чтобы вы смеялись, да и коты, Дарим вам на память анекдоты. Смех, он продлевает наши годы. Смейтесь, невзирая на погоду. Смех, что утром молоко коровье. Так что смейтесь, Вова, на здоровье. Григорию из Екатеринбурга. Чтобы вы смеялись, да и коты, Дарим вам на память анекдоты. Смех, он продлевает наши годы. Смейтесь, невзирая на погоду. Смех, что утром молоко коровье. Так что смейтесь, Гриша, на здоровье. Этот концерт, если это можно назвать концертом, Я посвящаю своему старому прекрасному другу Михаилу. Мишенька, это для тебя. На позицию девушка провожала бойца. Она, значит, довела его до позиции. Они, значит, подошли вместе с ним вдвоем, подошли до позиции. Его пропустили, А ее нет, в нее не было пропуска. Значит, Она так ортачилась, Слушай, она плачет, ее не пускают. А что делать? А что делать? Тебе не пускают. Ну и не пустили, не было пропуска. И он пошел воевать. До позиции, он пошел воевать, Оглянулся, смотрит, ее нет. Он смотрит, что такое. А там что-то горит. Там что-то горит. Он, значит, думал, что это у нее огонек в окошке. Значит, тут там это горел вроде бы себе. А оказывается, Какое, блядь, окошко. Она забыла выключить примус. Ее, блядь, завырывался. Хата вся сгорела, пожар, блядь. А он думает, огонек горит на окошке, блядь. Она его там взлет. Ну, он пошел, его там принялась. Семья корейцевая-то военная. Значит, в землянке там он был, блядь. Возвращается, война кончилась. Он возвращается. Деревня, блядь, сгорела. Значит, там хата рядом с хатой били. Все, это у нее пожар, блядь. Все, сгорело, какие бедные. Там думали, что это немцы. Какой немцы, блядь? Все сгорело от примуса. Она эвакуировалась с этой деревни. Он приехал, никого нету, блядь. И последний день живет, да. Рассказывает, что он научился на музыканта, работает в ресторане. Ну, одно время работал, как музыкант. Потом, блядь, зубы выбили, блядь. Он не мог трубу взять урод. И сейчас работает швейцаром. Ничего, встроился. Вот тебе и позиция, блядь, тебе и девушка. Кого такого жезн, блядь, это шо же делать? Два приятеля нажрались в усменно. Идут по улице. Вайся, чего? Знаешь, что? Меня ссссссссссссс. Давай? Москвым? Ну, давай. Подошли к забору. Сссссс. Один другом и говорит, слушай, Вася, чё это? У меня журщит, а у тебя нихуя не журщит. Откуда ж у меня будет журщать, когда я тебя в карман ссу? Одного еврея ведут накази. Вот он конвоирует и спрашивает. Скажите, друзья мои, а какой сегодня день? Ёб твою мать, какая тебе разница? Один хуй сейчас расстреляет. Но всё-таки интересно. Но понедельник. Ёб твою мать, ни хуя себе неделька начинается. В Бульваре стоит один молодой человек, Брузин. И вдруг проходит мимо. Красавица, красавица девушка! Этот Бульсин быстренько стал к гелёву и начинает дрочить. А рядом сидела старушка на скамейке. Увидала, говорит, что, старшалик? Ты никуда? Такие пазы где-то тут делаешь. А он отвечает, прожди, прожди, бабушка, не в меня еду. В грузинском зоопарке экскурсовод ведёт группу русских, приезжих в Белиси. И объясняет им животных. Товарищи! Вот это, товарищи! Американский, ой, африканский крокодил. От голова до жопы 7 метров. От жопы до голова 8 метров. Когда глазики закрывает, жопа открывает. Когда жопа закрывает, глазики открывает. И это у него от того, бывает, кожицы не хватает. Пошли, товарищи, дальше. О! Это знаменитый американский стерлятник. Питается одними стервами. Грязиночка, отоди немножко в сторонку, он сегодня ещё не застрахал. Пошли, товарищи, дальше. Пошли, в клетке сидит обезьяна. Девушка спрашивает. А что это она у вас там, это, дрожит? Да нет, девочка, она не дрожит, она дрожит. Ну, я понимаю. Она жила в тёплых странах. Потом её привезли в холодную страну. Она от холода дрожит, да? Она не дрожит, да дрожит, девочка. Ну, я понимаю. Он был на свободе. А потом его взяли, в клетку посадили. Отстрахал. Да дрожишь, и он дрожит. Да где девушка? Он не дрожит, а дрожит. Понимаешь, дрожит. Сама всегда идёт. В армянской школе мальчик отвечает в пасе у Крылова, ворона. Вороне Бог послал немножко сирпинги. Наверх воронка отобраться, и немножко сирпинги покручить. В это время Лизка бежал, целухом, и ворона отжал. Какой ты симпатичный, такой красивый. Ты, наверное, поёшь хорошо. Светка, вспомни, ты весь. Ворона подкрыла, тюрь взяла и говорит. Ебёная мать, не то время. Мы все вороны тоже умыли. Ты русское время прошёл. Отладники, минимум, Лизка крутился, крутился. Потом подбегает, говорит. Баронычан, ты ничего не знаешь? Нет. Твою жену и бьёт начальник. А-а-а. Ты упал, не сукачил. Ел, если твою жену и бьёт начальник, не каркай, а то может мне это лишиться. Встречаются приятели. Ну как, Вась, я слыхал, что ты женился. Ну да, женился. Ну и как, женат попался, честная? Да вроде честная. Третий месяц живём, ничего не спи в делах. Дядя спрашивают еврейского мальчика. Мальчик, мальчик, как тебе зовут? Ёся. Ёб твою мать, такой маленький, а уже еврей. Голова спрашивает жопу. Ну вот родная, вроде родились мы с тобой одинаково, один и тот же день. Я вся седая и морщинистая, а ты всё толстая и гладкая. А жопа отвечает. Хе-хе. Ты ведь всё принимаешь, видишь, как к сердцу и к голове, а мне всю жизнь на всё настрать. Приятеля решили выпить. Ну, давай, дорогой мой, куда пойдём-то? Пойдём-то куда? Закусить надо. Родной, пойдём ко мне. У меня дома спокойно, и закусочки. Пришли. Выпили. Целый литр выпили. Ну, а по пьянке-то какой разговор? Задержали, допоздна. Вот и говорит у приятеля. Что тебе домой идти? Ложись вон. У меня жена лежит, спит. Ложись с ней, и ничего страшного не будет. Ну, то по пьянке-то и лёг. И по пьянке-то взял и вдул этой жене там. А вот он встаёт, похмеляясь, и говорит, слушай, Дмитриевич, чего это у тебя ж она такая холодная? Чё ж холодная? Тут уж скрывать нечего. Она пять дней там назад умерла с этой пьянкой. Ёб твою мать, похоронить никак неохадо.